Для многих 1 мая – праздник, относящийся к числу самых любимых. Но несмотря на такую любовь к этой дате, мало кто знает, как начиналась история 1 мая. Если старшее поколение еще помнит масштабы празднования во времена Советского Союза, то для молодого поколения этот день зачастую означает лишь дополнительный выходной. При этом 1 мая имеет богатую историю. Своё начало эта дата берет в американском городе Чикаго, где 1 мая 1886 года прошла масштабная акция протеста рабочих. Уставшие от невыносимых условий люди требовали ограничения количества трудовых часов в сутки до восьми. Но митинг не только не достиг поставленной цели, но и привел к многочисленным жертвам среди протестующих. Ежегодно 1 мая рабочие продолжали проводить акции протеста, требуя принять во внимание их тяжелые условия труда. Такие митинги нередко заканчивались настоящими драками с полицейскими. Именно в память первой чикагской акции протеста дату стали отмечать в первую очередь как праздник труда. История праздника 1 мая в России начинается в 1890 году, когда мировые коммунисты в первый раз отметили эту дату. Это произошло в Варшаве. Вдохновившись примером американских коллег, действиями поляков, российские рабочие постепенно пришли к мысли о начале акций протестов. Первые массовые демонстрации пролетариата были отмечены в 1897 году, когда праздник приобрел политический окрас. В каждом населенном пункте по улицам шли целые рабочие коллективы, неся в руках плакаты, отражавшие существующую идеологию. А наградой для самых отличившихся становилась возможность участия в главном параде страны. Традиционно первый день посвящался парадам, на которых политические речи сменялись поздравлениями. Так было во все времена празднования 1 мая в нашей стране. Артемовцы всегда также активно принимали участие в торжественном шествии трудящихся по главной площади города, ликуя и приветствуя всех собравшихся. Ежегодно коллективы участников первомайской демонстрации приветствовало и руководство Артемовского муниципалитета, и представители разных политических партий. Каждый раз на трибуне находилось место, в том числе и для активного деятеля, председателя Артемовского отделения партии КПРФ Екатерины Котловой. Увы, с приходом нового руководства района, возможность поздравить земляков с праздником трудящихся. У Екатерины Котловой просто отняли. К сожалению, на демонстрации мне не удалось выступить перед вами и поздравить вас с Днем Солидарности Трудящихся. Это меня заставило сегодня прийти в студию и дать небольшую информацию. К сожалению, праздник 1 мая, последние годы, пожалуй, только в нашей стране празднуется, как день весны. Правда, бывает иногда промелькает и такие слова. Труда в нашем городе Артемовском. Труда, как считает народ, уже не остается. И праздник весны. Давайте вспомним историю. Как начинался этот праздник? Праздник-то испокон века с 1886 года и обозначен был международным государственным праздником с 1989 года, то есть почти два века назад, как день международной солидарности трудового и эксплуатируемого народа. Ну, конечно, он переживал разные времена. В царской России это бунты, восстания, маёвки для того, чтобы воевать за свои права. Он ведь изначально является днём борьбы трудящегося народа за свои права. Но проходили годы, и в советское время, когда государство заботилось обо всех людях. И этот праздник стал как праздник действительно мира труда. Народный праздник. Этот праздник у нас в городе проводился как приватизированный праздник, простите, одной единственной партии, Единой России, которая к нему отношение имеет весьма опосредованное. Ну и, конечно, и отмечался он как день весны. Я, как коммунист, считаю, что на сегодняшний день, и не только я, а во всём мире так считается, что на сегодняшний день этот праздник – праздник классовой борьбы. Поскольку нищие живут всё хуже, а богатые становятся всё богаче. То есть вперёд опять выступает день борьбы трудящихся за свои права. И вот в этих условиях у нас было принято оргкомитетам не давать слова коммунистам. Выступили только председатель Думы и глава ОГО. Было бы ничего, если бы выступали только от имени тех, кем они названы. Но, к сожалению, чуть не в каждом предложении звучало «Единая Россия», «Единая Россия». Непонятно, какое отношение к этому завоеванию имеет Единая Россия. На сегодняшний день я поинтересовалась у организатора следующего праздника, Дня Победы. Будут ли даны слова народу на этом митинге? Получила жёсткий ответ «нет». Получит выступление только опять глава ОГО, только председатель Думы и только председатель ветеранов. Всё это однозначно и обсуждению не подлежит. Поэтому я хочу сегодня напомнить слова действительно тех людей, которые воевали за права трудового народа. Я выступаю здесь, как представитель одного класса перед представителями другого. Если вы считаете, что повесив нас, вы уничтожите рабочее движение, движение, в котором ищут спасение миллионы людей, которые трудятся, не покладая рук, получая в награду ничего, кроме горя и нищеты. Если вы так считаете, то зовите своего палача, повесив нас, вы погасите искру, но здесь и там повсюду вокруг вас разгорится пламя, пока это скрытый огонь, но вам его не погасить. Это выдержка из последнего слова Августа Шписа, активиста рабочего движения, организовавшего массовые акции протестов в Чикаго в мае 1986 года. Да, тогда после этого было много провокаций, и в результате этих провокаций были арестованы главные организаторы этого движения. Они погибли. Но в 1989 году пламя действительно разгорелось, и день 1 мая был объявлен праздником международной солидарности трудящихся всего мира. Я считаю, что такие действия наших сегодняшних представителей исполнительной власти ничего хорошего в общество не приведут, кроме раздора. И еще раз подчеркну, люди, которые никакого отношения не имеют к этому завоеванию народов всего мира, принимают решение вам, дорогие артемовцы, решать, насколько это справедливо. Тем более, хотелось бы показать вот эту почетную грамоту, в которой признана наша работа нашей партии коммунистической. Да, она на одного человека, на лидера, на Котлова Екатерины Ивановны, но это значит, что наша коммунистическая партия, наше отделение работает достаточно активно. Чем подтверждается словами? За заслуги в общественно-политической деятельности, способствующие повышению авторитета Артемовского городского округа и в связи с празднованием Дня местного самоуправления. Совсем недавно, до 1 мая. И вот сегодня такой фарс. Где была справедливость? Тут? Или вчера? Есть о чем подумать. Есть о чем размышлять. Обидно то, что простой народ понимает, насколько это было несправедливо. Ко мне подходили и спрашивали, почему вы не взяли слово? Потому что мне его не дали. Я что, должна была в оргкомитет идти с автоматом и требовать? Тем более, что все годы оргкомитет принимал решение по празднованию этих дат заранее. На сегодняшний день решение было принято во второй половине пятницы, перед субботой и воскресеньем, то есть перед самым праздником. А протестовывать было бессмысленно. Поэтому я сегодня здесь и заявляю, что так поступать нельзя. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...